Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаева-Черкесия». События четверга в репортажах наших корреспондентов. В Карачаево-Черкесии продолжается поиск Ксении и Павла Пряткиных, три дня назад пропавших без вести в окрестностях аула Беслине и Хабесского района. Сегодня оперативный штаб посетил глава республики Рашид Тимрезов. Репортаж Мадины Каракетовой. Вот уже третий день ничего неизвестно о судьбе брата и сестры Пряткиных. На месте происшествия работают полицейские, сотрудники Росгвардии, МЧС, аварийно-спасательного формирования. Подключились волонтеры, добровольцы из числа местных жителей. Не только из числа местных жителей, но и прибывают люди, желающие помочь из других районов республики и даже регионов соседних. Люди разделили местность на квадраты, тщательно прочесывают. Пойму реки обследуют водолазы, работали кинологи, сотрудники Росгвардии просматривают местность при помощи квадрокоптеров. Но пока никаких следов, ничего не найдено. Следствие прорабатывает несколько вариантов случившегося. Дети могли убежать, в отношении детей могло быть совершено преступление, дети могли утонуть. Но ни одна из версий пока еще не подтвердилась. И вот только что подъехал глава республики, пойдемте послушаем, что он скажет. Хочу заметить, что расследование этого дела находится на его личном контроле. Глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов в сопровождении министра внутренних дел республики Александра Мельниченко и представителей Следственного комитета и МЧС осмотрел место происшествия. По словам главного полицейского Карачаевой Черкесии, поиски на реке, которые продолжаются третий день, ничего не принесли. Реку, честно сказать, в первый день сразу первая была версия река. Потом уже, когда прошли, когда убедились, все равно где-то зацепилось было. Сотрудники аварийно-спасательного формирования тщательно обследовали на реке Большой Зеленчук от Беслинея до Апсуа. Это около 30 километров. Поисковые работы на реке все еще продолжаются. Глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов, министр внутренних дел Александр Мельниченко, министр МЧС Александр Галакаленко провели на месте рабочие совещания. Александр Мельниченко доложил руководителю региона обстановку на данный час, рассказал о задействованных в поисках силах и средствах, о планах. Организован поиск силами местного отдела, силами администрации, силами МЧС, силами людей небезразличных, жителей республик соседнего региона. И Старопольский край откликнулся, очень много людей. И Краснодарский край был поднят по тревоге резерв министра, был поднят по тревоге весь отдел, и Безлижайший, и Отрадинский отдел. Значит, прочесали огромную территорию, прошли ногами вдоль, поперек и опять вдоль. Значит, на сегодняшний день, ну, можно с уверенностью 90% сказать, что фактор природный, в частности река, нам не исключается. Александр Мельниченко отметил отзывчивость местных жителей и жителей соседних Краснодарского и Ставропольского краев, которые оказывают всевозможную помощь в поиске детей. Прочесываем Безлижайшие населенные пункты, проводим осмотр дворовых территорий, надворных построек, абсолютно всех выгребных ям, канализационных люков, септиков, сараев, сеновалов, просто дворов, домовладений, опрашиваем население. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов поблагодарил всех, кто задействован в поиске и заверил во всемирной поддержке со стороны правительства республики и лично его самого. Задача у нас, конечно, все-таки одна, это найти живыми и невредимыми детей, детей маленьких и совершеннолетних. Конечно, ну, еще раз с благодарностью, я думаю, что люди у нас с таким же рвением будут помогать. И мы, как органы власти, исполнители, муниципальные власти, конечно, все, что от нас зависит, все тоже будем делать. Обратите внимание на эти фотографии. Ксения Александровна Пряткина, 2008 года рождения, на вид около 13-14 лет, рост 130-140 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные до плеч, без особых примет. Была одета в джинсовые шорты синего цвета, белую майку, темно-зеленые макосины. Павел Александрович Пряткин, 2013 года рождения, на вид 6-7 лет, рост 120-130 см, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие, глаза голубые, без особых примет. Был одет в синие шорты, на ногах калоши. Если кто-то видел или обладает какой-либо информацией о местонахождении и судьбе 13-летней Ксении Пряткина и 6-летнего Павла Пряткина, просим сообщить по телефону горячей линии 8-878-73-5-17-02 или по телефону доверия Министерства внутренних дел по Карачаевой Черкесии 29-22-05. Мадина Каракетова, Рашид Токов, Андрей Карамов, Вести, Карачаева-Черкесия, Хабьевский район. Мы будем следить за развитием ситуации. Другие вести. По итогам прошлой недели, охват тестированием на COVID-19 в республике составил около 10 тысяч человек на 100 тысяч населения. По этому показателю, Карачаева-Черкесия вышла на лидерскую позицию в СКФО. Благодаря усилению технических и кадровых мощностей Центра гигиены и эпидемиологии и переходу на круглосуточный режим работы, были достигнуты показатели в 274 исследования в сутки. Кроме того, по решению оперативного штаба заключено соглашение с частными лабораториями о тестировании жителям Малокарачаевского района за счет средств регионального бюджета. Всего на сегодняшний день выполнено более 46 тысяч исследований. Сотрудники управления Роспотребнадзора призывают граждан не поддаваться панике и не доверять непроверенной информации, публикуемой на некоторых страничках в социальных сетях. Я могу сказать, что на сегодняшний день я подписал около даже более 6 тысяч постановлений. Это о наложении самоизоляции, это о ведении карантина, это о временном отстранении от работы, ряд других документов, именно направленных на предотвращение распространения вируса и самоизоляции всех заболевших, контактных, приезжающих из других регионов Российской Федерации или за рубежа, чтобы они не стали источниками заражения или инфицирования других граждан нашей республики. То, что гуляют разные цифры, я еще раз повторяю, необходимо пользоваться только официальными данными, которые публикуются на нашем сайте, публикуются по данным оперативного штаба. Все эти цифры формируются и публикуются на основании официальных медицинских документов, заключений. Поэтому я не могу комментировать какие-то фейки или другие цифры. Я вам говорю реально то, что у нас есть на самом деле в республике. И официальные сводки из оперативного штаба. На сегодняшний день в Карачао-Чюркесе выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в республике составило 2545. Из них 976 человек выздоровели, 769 госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. И время прогноза погоды слова нашим синоптикам. Ночью до плюс 10, а днем до плюс 20. В Черкесии кратковременные дуще гроза. Температура ночью плюс 14-16, днем 25-27 градусов тепла. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличный, безналичный расчет, а также кредит при покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%. От 150 тысяч скидка 7,5%. Черкеска, улица Октябрьская, 321-Б, телефон 8-938-030-3050. Инстаграмм «Жасмин Элит Текстиль 09». Это «Большие вести». В прямом эфире мы и продолжаем. С 1 июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Проголосовать можно будет быстро и безопасно. С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. В Карачаево-Черкесии активно ведется подготовка к проведению общероссийского голосования. Главный приоритет – безопасность жизни и здоровья граждан. Для этого будут приняты все необходимые меры. Представители общественных организаций отмечают, что гражданам дается редкая и очень важная миссия принять участие в утверждении необходимых поправок в важном законодательном документе страны. И несмотря на сложную ситуацию с пандемией, для всех людей голосование будет безопасным. Мне во время голосования надо себя беречь, во-первых. И хорошо, что такое безопасное голосование позволяет не спеша идти, прийти, обдуманно голосовать. Не просто прийти, отметиться, кинул. Ушел ты, как человек, как гражданин. Выпадает тебе такая удача, что ты можешь принять участие в этом деле. Со своим мнением. Надо приходить, голосовать, но при этом не забывать, что здоровье это важно. Досрочно желательно идти, когда людей мало, когда это самое. Ну а если уже люди будут, извините, тогда маска надо приходить обязательно. Обязательно не забыть перчатки одеть. Ну так, чтобы обезопасить себя, во-первых. Обезопасить себя, обезопасить уже и других. Поэтому это важный момент, это надо знать, конечно. В период самоизоляции жизнь на селе стала популярной. На свежем воздухе в огороде можно найти и самореализацию, и социальную востребованность. Работы ведь много. Сегодня мы отправляемся в Верховье Кубани, где у Эльбруса есть интересная работа – шишки собирать. Из Учкулана сегодня наш специальный репортаж. В объятиях Эльбруса в Учкуланской пуще к небу тянутся вековые сосны. Здесь природа настолько щедрая, что дарит всем свои богатства. В горах можно встретить свободолюбивых лошадей, которых разводят для красоты. Их не трогают ни медведи, ни волки. Потому что царство диких животных – это верхняя часть леса. А между дикими и домашними животными – отважные Учкуланцы, которым ни страшен ни серый волк, ни мишка косолапый. Басьят и Осман ведут нас в сосновый бор, где растут шишки. Сейчас сезон сбора урожая. Какие шишки самые ценные в вашем лесу? Самые ценные шишки – это от двух до трех сантиметров. Они мягкие. Из них уже выделяется смола. А когда шишки слишком большие, то из них, во-первых, не выделяется смола. И она очень твердая внутри. Вот эта мягкая, она получается. Из нее вот эта смола. Сбор шишек в Учкулане – древнейшая профессия. Потому что еще много веков назад жители Карачаевского при Эльбрусе познали пользу соснового урожая. В одной шишечке целый клад фитонцидов, танинов, аскорбинки, витаминов В и К, кальций, железо, магний, фосфор, цинк и еще множество полезных микроэлементов. Поэтому учкуланские шишки лечат и от анемии, и от гастрита, и от бессонницы, и от угрей, и от астмы, и от перхоти. Шишки сбавляют даже от депрессии. Поэтому жители Верховья Кубани жизнерадостные и оптимистичные. Они кислые. Шишки можно есть прямо с сосны. И вкус приятный. Да. Ими, когда нет воды в горах, ими утоляют еще жажду охотники. Зеленые шишки – это не только лекарства. Из соснового урожая учкуланцы делают полезный деликатес – шишечное варенье. Экологически чистый урожай надо до конца сохранить чистым. Поэтому варенье надо варить на ледниковой воде Эльбруса. Чистейшая вода – это основа шишечного варенья. Чистенький шишечный. Все, высушили. Далее надо правильно выбрать сахар. Мы обращаем внимание на то, чтобы сахара не было крахмала, потому что из-за крахмала вкус получается другим. И если выбирать сахар без крахмала, то получится лучшее варенье. А как выбрать без крахмала? Это уже надо пробовать на практике. То есть сначала сделать варенье, а потом посмотреть, что из него получится. На ошибках учиться. Да, на ошибках учиться. Мы уже выучились на этих ошибках. И сейчас уже покупаем у проверенных продавцов хороший сахар без крахмала. Варенье из сосновых шишек должно томиться три часа. Поэтому продолжаем изучать учкуланскую пущу. Урожай шишек может быть только на солнечной стороне гор, где молоденькие сосенки щедро даривают полезным богатством. В 4-5-летнему возрасту молоденькие сосенки начинают давать первый урожай шишечек. Вот такие вот маленькие калибровки для дорогих мишленовских ресторанов. Учкуланские шишки – это действительно богатство. Порции из трех вареньевых шишечек чая в московских ресторанах стоят как ведро альпийского молока. Сосны очень щедры на урожай, но до поры до времени. Осман, скажи, пожалуйста, а когда сосна уходит на пенсию, шишки уже не дает и учкуланцы не собирают? Обычно это около 60-70 лет должно быть сосне, чтобы на ней шишек осталось все меньше и меньше. В элегантном возрасте сосны украшают себя уже не зелеными шишками, а бусами смолы янтарно-солнечного цвета. И это самый прекрасный возраст деревьев. А на что сосна годится после такого возраста пенсионного? Ну, для красоты. Она очищает воздух. Вы когда-нибудь гуляли в хвойном лесу? Это очень прекрасно и для здоровья очень хорошо. А тем временем наше варенье уже готово. Баночку надо простерилизовать обязательно. И специально такие красивые баночки, да? Стиль омах-чо-мах. Ну да, лампочка. У учкуланского настоящего варенья есть еще один секрет качества. И сколько шишечек должно быть в баночке, чтобы это все-таки было шишечное варенье, а не название шишечное? Ну, смотрите, где-то 35% это должен быть сироп и 65% это шишки. Ну, судя по всему, что у вас тут полностью шишки, то 100% шишечное варенье, да? Ну, 90%, да, практически. Руслан Куркмазов, Светлана Казиева, Рашид Токов. Учкуланские деликатесные вести из объятий Эльбруса. Таким был четверг. Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас продолжение фильма «Ненастье». Приятного просмотра и ждите только добрых вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова